Продолжение следует... Бог специализируется на превращении вашей сломленности в прекрасные возможности. Аминь. Если вы готовы учиться, Он сотворит из вашей сокрушенности прекрасный габеллен. Будьте мужественны, потому что вас ожидает колоссальный рост, которого вы даже и не ожидали в своей жизни. Не пропустите серию «Нетленное богатство». Сегодня в программе. Сегодня мы увидим Моисея, отказавшегося от золота этого мира ради Божьей славы. Мы увидим его, испытавшего и успехи, и неудачи, жившего и во дворце, и в шатре, испытавшего оттенки роскоши и полящие зной пустыни. Мы начали серию проповедей о жизни Моисея. Серия называется «Отказ от золота ради славы Божьей». И это именно то, что Библия говорит о Моисее в 11 главе «Послание к евреям». Когда вы смотрите на жизнь Моисея, автор, Святой Дух, говорит, «Верую Моисей отказался от власти и богатства Египта, и вместо этого избрал страдания с народом Божиим в послушании Богу». Как я сказал ранее, это не означает, что все должны через это пройти, но иногда приходится. И мы видели в прошлой проповеди в «Послании к евреям» 11 главе 23 стихе, что родители Моисея проявили веру, которая помогла Моисею остаться живым. Родители Моисея рисковали своей жизнью, чтобы спасти его. Они поставили корзину с младенцем Моисеем прямо на берегу реки Нил. Они знали, что дочь фараона приходит туда плавать каждое утро, и, конечно же, когда она увидела эту корзину, то, взглянув на прекрасное дитя, она сказала, «Я хочу усыновить этого ребенка». В итоге биологическая мать Моисея стала его кормить, и она к тому же получала за это деньги. Моисею посчастливилось провести первые пять лет, возможно, шесть, со своими биологическими матерью и отцом. Он имел честь провести эти годы становления со своими настоящими родителями, прежде чем им пришлось вернуть его приемной матери, то есть дочери фараона. Но эти первые пять лет жизни Моисея оказались чрезвычайно важными в его становлении. В те годы, без сомнения, родители учили его, чтобы он мог четко уяснить для себя и навсегда запомнить, что Бог верен, что он был верен Аврааму, Иакову и также Иосифу, приведшему их в Египет, и что на протяжении многих лет Бог был верен израильскому народу. За следующие 35 лет он получил лучшее светское образование в Египте. Но эти годы светского обучения не смогли стереть первые пять лет. Как приемный внук фараона, Моисей получил лучшее образование. Он был обучаем в храме Гелиополиса. Это были Оксфорд и Гарвард того мира. Хотя в его случае, помимо знаний, он получил еще и воспитание. Потому что вы можете получить образование, но не получить правильное воспитание. Верно? Вы поймете, о чем я завтра утром за чашкой кофе. Итак, он был самым образованным человеком в мире того времени, но это еще не все. Он также был самым могущественным. Очевидно, он проводил много часов в спортзале дворца, тренируясь, качая железо. Вы скажете, Майкл, откуда ты это знаешь? Он одним ударом убил человека. К тому же, в Библии, в Деяниях, 7 главе, 22 стихе, сказано, что Моисей был силен в словах и делах. Теперь послушайте внимательно и запомните то, что я сейчас вам скажу. А в рамках этой серии я покажу вам, что однажды настал момент, когда Моисей полностью потерял уверенность в себе. Но, к счастью, Бог укрепил его и дал ему уверенность в Боге. Когда Моисей ехал на своей золотой колеснице Феррари, люди кланялись ему. Когда он спускался по Нилу на своей королевской яхте, люди выстраивались вдоль берегов реки, пытаясь под звуки музыки мельком увидеть его. Он был принцем. Не забывайте этого, он был принцем. И все же, несмотря на все это, он думал о том, чему его учили в детстве. Он пребывал в своих детских воспоминаниях о Яхве и его народе, о страданиях своего народа и о спасении своего народа. И к тому же он был озабочен тем, как он, Моисей, может спасти, избавить свой народ из-под гнета. Он думал о том, как он, Моисей, может освободить их от этих унижений, как он может избавить их от их страданий, избавить их от работы по колено в грязи и от побоев их египетских надсмотрщиков. И вот однажды он увидел возможность и воспользовался ею. Он увидел, как рабовладелец избил двух евреев и сказал, «Это моя возможность, это мой момент, это мое время». Когда Моисей увидел такое проявление жестокости, в Библии сказано, что он посмотрел налево, потом направо, и увидел, что никто не смотрит, и убил того парня. К тому же после этого он закопал труп в песке. Что с этим не так? Дело в том, что это не было установленное Богом время, чтобы заступиться за свой народ. Он выбрал неправильное время. Он убил и закопал надсмотрщиком. О чем Моисей думал при этом? Он думал, «Если я похороню этого египтянина, никто не узнает, никто не узнает тайная связь, которую, возможно, вы от всех скрываете». Что-то, что вы делаете в тайне, ото всех, и думаете, что никто не знает, и никто не узнает, никто не увидит. А Бог все видит. И поэтому в Библии сказано, наказание за грех постигнет вас. Будьте уверены, оно вас настигнет. Вы можете попытаться закопать результаты своего непослушания, свой тайный грех. Вы можете попытаться скрыть свою гордость, скрыть доказательства своего греха, но он всегда будет вас преследовать, дышать вам в спину. Всплывать в вашей памяти и не давать вам покоя. Но, слава Богу, место, где можно похоронить свои грехи и свою вину, действительно существует. Это место, где вы можете похоронить последствия своего непослушания. А вы можете сделать это через исповедание и покаяние, попросив Господа покрыть ваш грех кровью Иисуса. Аминь. Некоторые из вас, возможно, скажут, погоди минутку, Майкл, Моисей в данном случае действовал самоотверженно. Моисей защищал угнетенных, он был искренним. Моисей думал, что таким образом он может помочь Богу. Вы можете делать то, что считаете правильным, из лучших побуждений. Но вы уверены, что это воля Божия. Вы уверены, что это Божие время для этого, что это Бог повелевает вам сделать это. Задайте себе такой вопрос. Это соответствует Слову Божьему или противоречит Слову Божьему? Вы делаете это в послушании Богу? Я хочу, чтобы вы запомнили то, что я вам сейчас скажу. Ничто не заменит послушание. Вы понимаете? Даже в Ветхом Завете Бог говорил о том, что послушание лучше жертвы. Это было время, когда люди приносили жертвы Богу без промедления. Послушание лучше жертвы. Итак, позвольте повторить это еще раз. Ничто не заменит послушание. Ничто. Но хорошая новость в том, что Бог дает нам второй шанс, третий шанс, четвертый шанс, пятидесятый и сотый шанс. Бог всегда является Богом второго шанса. Он никогда не устает верить в нас. Вот почему позже мы увидим, что Моисей поступил в университет Бога. А университет Бога, скажу я вам, очень отличается от Гелиополиса. Это была совсем другая школа. Поэтому позже мы видим Моисея, великого человека Божьего, после того, как он прошел через университет Бога в пустыне, человека, который вырос в дворце, мы видим его избравшим стоять за Божий народ. Моисей, выросший в роскоши, теперь принял на себя невзгоды. Моисей, воспитанный в школе деспотов, стал борцом за свободу. Моисей долгое время, связанный с угнетателями, встал на сторону угнетенных. И поэтому, претендуя на корону фараона, он все же выбрал крест Христов. А вот что происходит после того, как вы заканчиваете Божий университет. До всего этого, до того, как это случилось, Моисей прыгнул впереди Бога, и затем он заплатил за эту цену. Но поставьте себя на место Моисея. Все обстоятельства за вас. Мир у ваших ног. Вы приближены к трону самого могущественного государства в мире. Вы сильны. Вы популярны в обществе. Вы сами себе хозяин. Что в этом плохого? Все просто. Бог не может использовать такого человека. Послушайте. Бог не использует могущественных, высокомерных, не сломленных людей в качестве своих инструментов. И поэтому Богу пришлось сначала снять с Моисея эту оболочку, чтобы он мог построить из него великого Божьего предводителя. Часто Богу приходится разбивать маски, чтобы помочь нам стать настоящими. Теми, кого он в нас видит, Богу пришлось отнять у Моисея титул господина Египта, чтобы он смог стать благочестивым человеком, самым кротким человеком на земле. Бог должен был снять с Моисея одежды фараона, чтобы он мог облечься в Божью праведность. Бог специализируется на использовании сокрушенных людей. Это его специальность. Так что мужайтесь, будьте тверды и верны, и радуйтесь своей сокрушенности, потому что вы скоро испытаете большую высоту, чем вы когда-либо думали, когда вы усвоите урок, и ваше сердце будет сокрушенным. Что произошло, когда Моисей действовал на эмоциях, действовал импульсивно, высказывая свои чувства, а не проявляя послушание? Он попал в беду, и это привело его к сокрушению. Некоторые из вас говорят, «О, Майкл, я не сделал ничего, чтобы разбиться. Я чувствую себя сломленным, и это пришло не по моей воле. Я этого не хотел. Я не могу этого объяснить. Я не могу на что-то указать пальцем и сказать, что причиной тому были эти конкретные действия. Я занимаюсь самокопанием. Послушайте, я не хочу, чтобы вы себя обвиняли, очень часто это чувство сокрушения, и сломленный дух приходит к нам без приглашения. Мы этого вовсе не хотели, но в любом случае Бог специализируется на том, чтобы превращать сломленность в удивительные возможности для Божьей славы. Если вы желаете учиться, Он сотворит прекрасный гобелен из вашей сломленности. И поэтому, я очень прошу вас, я умоляю вас, будьте очень осторожны, когда действуете на основании ваших эмоций, сентиментальности, исходя из ваших чувств, а не из послушания. Итак, что же случилось с Моисеем? Богу пришлось послать его на 40-летний курс обучения в Божьем университете. Еще 40 лет обучения. Вот это да. Однако, эта школа жизни очень отличалась от университета Гелиополиса. очень сильно отличалась. Помните, я говорил вам в самой первой проповеди данной серии, что Стефан, первый христианский мученик в седьмой главе книги Деяний, разделил жизнь Моисея на три этапа. Каждый этап по 40 лет. Я дал вам свое личное толкование этих трех стадий. Первые 40 лет он был во дворце фараона, где узнал, что он нечто из себя представляет. Следующие 40 лет с мадионитянами в пустыне он узнал, что он ничего из себя не представляет. А затем, за 40 лет с Божьим народом в пустыне он узнал, что Бог есть все. И это то, что Бог ждет, чтобы осознали вы и чтобы осознал я. Бог — это все, что нам нужно. Все. Первые 40 лет Моисей верил в Моисея. Он верил в себя и в свои силы. Вы понимаете, о чем я? Моисей глубоко переживал отвержение. Он был отвергнут своими собратьями-евреями. Возлюбленные, послушайте, страх быть отвергнутым каждый раз заставляет вас бежать. Когда вы верите в себя, а не в силу Бога, действующую вас. Малейшая проблема превратит ваше мужество в страх, и вы убежите. А куда страх привел Моисея? Он привел его в состояние беспомощности и безнадежности. И это видно даже потому, как он назвал своего первого сына. Он сжег все свои египетские мосты. он был отвергнут своими собратьями-евреями. И у него ничего не осталось, правда? Однако у него осталось все, потому что у него был Бог. Возможно, вы сейчас в такой же ситуации, в которой оказался тогда Моисей. вы можете быть сподавлены и разочарованы. Может быть, вы спрашиваете, почему? Боже, почему это случилось? Боже, где ты? Боже, я знаю, что опередил тебя, но ты обещал вмешаться, однако я вижу, ты не очень-то и торопишься, послушайте внимательно, что я вам скажу на этом. Бог никогда слышите? Никогда. Не приходит слишком рано, и Бог никогда не приходит слишком поздно. Бог всегда вовремя. Запомните, всегда, и Бог действует вам ко благу. Только Он знает, что вам ко благу. Возможно, вы не согласны с Богом, а вы можете думать, что это для вас не самый лучший вариант. Да, воздайте Ему славу за это. Эти аплодисменты не для меня, а вы прославляете имя только Бога. Творец видит конец с самого начала, и поэтому Ему виднее. Он все это делает для того, чтобы вам было лучше. Поверьте, Он точно знает, что для вас лучше. Итак, школа пустыни, Божий колледж, еще не начался, когда Моисей оказался среди модианитян. Эта школа еще не началась. Я покажу вам, почему. Школа началась не сразу. Это заняло какое-то время. Потому что в сегодняшнем отрывке из Библии вы увидите, что Моисей повстречал целую кучу красивых девушек. Они были очень красивы. Настолько красивы, что он женился на одной из них. И он увидел, что этих девушек преследовали пастухи. И что же он сделал? Он напряг свои мышцы. Он оголил свои бицепсы и задал им большую взбучку. Он все еще пытался поступать как Моисей. Как я уже говорил, позже в Библии сказано, что Моисей был самым кротким человеком на земле. Но это было позже. Сначала была школа Бога в пустыне. Почему? Потому что услышьте меня сейчас. Кротость не означает слабость. Это не значит, что он был самым слабым человеком в мире. Нет, он был самым кротким человеком в мире. Вы знаете, что такое кротость? Кротость это сила под контролем. И когда Моисей научился подчинять свою силу Богу, Бог использовал его так мощно, как очень немногих людей на этой земле. Может вы проходите эту божью школу прямо сейчас? Ваш выпускной не за горами. Будьте тверды и мужественны. вы должны прийти к убеждению в своем сердце. Не просто на словах, а реально. Поверить всем своим естеством, поверить, что без Бога вы ничего не можете, и сказать из глубины своего сердца, Боже, ты для меня все. Без тебя я ничего не могу сделать. И тогда вы на пути к вашему выпуску. Вы на пути к успеху. Субтитры субтитры Продолжение следует...